Знакомство с профессией. В колледжах города проходят дни открытых дверей. Приходите к нам на один час и останьтесь любимыми профессией на всю жизнь. Что в образовательной программе? Под прикрытием в Могилёве заведующий складом похищал строительные инструменты. Сумма ущерба составила более 4,5 тысяч рублей. Куда утекала криминальная выручка? С музыкой по жизни бобруйская школьница отметилась на международном конкурсе. Мои эмоции нельзя было передать словами. Какие планы на будущее? А также покорение галактики, наращивание объемов и новый тариф. В Беларуси выросли ставки у телесбора. Сколько придется заплатить? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Прекрасные и талантливые. Бобручанка Нина Костян стала женщиной года 2023. В Минске подвели итоги республиканского конкурса. Главная цель премии – поощрение тех, кто добился успеха в разных сферах и принимает активное участие в женском движении. Никита Швайковский одним из первых поздравил победительницу. Счастлива женщина, счастлива страна. Премия проходит 16 раз по инициативе БСЖ и направлена на поощрение белорусов, которые громко завели о себе, своими делами и прославили нашу страну. Впервые конкурс прошел в 2007. С тех пор он стал доброй традицией и для бобручанок. Ежегодно они становятся лауреатами. Этот год – не исключение. Нина Костян стала победительницей в номинации «Духовность и культура». Очень волнительно и, наверное, как-то было приятно в то же время. Потому что не я одна. Нет, не я одна. За мной – это все те женщины, которые находятся здесь, в Бобруйске. И без них я абсолютно ничего. Потому что это они. И мы совместно с ними. И я их понимаю, они где-то и меня понимают. И когда мы становимся, делаем общее вот это дело совместно с ними, и оно удается, вот это дело. На базе Бобруйского монастыря «Жон Мироносец» создана первичная организация «Православные бобручанки». На протяжении многих лет они демонстрируют активное сотрудничество во многих проектах. Благодаря совместным усилиям и взаимоподдержке внесен значительный вклад в развитие общества и региона. Проведены масштабные мероприятия, конкурсы, лекции и даже мастер-классы. Неизреченно радовало, что в нашем городе столько идейных женщин, которые были и являются членами Белорусского союза женщин. И, конечно, хотелось так приблизить их к монастырю, к нашим традициям, к нашим обычаям, и монастырским, и православным. Поэтому, благодаря созданию союза именно православных бобручанок, первичной организации, удалось больше приблизиться и много хороших, интересных проектов. Милосердие благотворительно заложено в основе прекрасного пола нашей планеты. В рядах Белорусского союза женщин – представители разных профессий разных возрастов. И врачи, и педагоги, и социальные работники, и те, кто создают базис нашего государства. И просто домохозяйки, которые разделяют принципы и традиции к этой теме, постоянно уделяет пристальное внимание и президент. Мое чрезмерное уважение, респект и доверие вам, женщинам. Поэтому у нас и в парламенте, и в других органах власти, ну минимум треть, а в местных органах власти, так вас, может быть, даже и большинству, мы сейчас пытаемся это посчитать, связи с новыми выборами. Белорусский лидер не единожды подчеркил особую и важную роль прекрасных дам в жизни общества. Ведь женское движение за сравнительно короткое время стало той силой, с которой нельзя не считаться. Воспитывая детей патриотом, белорусские укрепляют государство и закладывают надежный фундамент в будущее нашей Белоруссии. Нигита Швайковский, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Ни рубля совести сотрудник одного из предприятий Могилёва незаконно использовал свои полномочия. На протяжении месяца 39-летний заведующий складом товарно-материальных ценностей похищал строительные инструменты, продавал украденные через торговые интернет-площадки, имущество предприятия отправлял покупателям по почте. Вырученные денежные средства тратил на личные нужды. Сумма ущерба составила более 4,5 тысяч рублей. За присвоение и растрату имущества следователями возбуждено уголовное дело. Рыболовный запрет, зеленая акция и счастливого пути. В четверг белорусская Марина Василевская отправится в космос. Какая программа ждет нашу соотечественницу? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. В Беларуси наблюдается заметный прирост в промышленном производстве. Объемы свыше 30 миллиардов рублей, на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Хорошие показатели в электроэнергии, горнодобывающей и обрабатывающей промышленностях. В лидерах по темпу роста – Могилевская, Гродненская и Минская области. 21 марта белорусская Марина Василевская отправится в космос на борту Союза МС-25. Девушка в течение года проходила тщательную подготовку, сдавала экзамены. За время пребывания на орбите ей предстоит выполнить насыщенную программу, которая включает 7 целевых работ – 5 научно-исследовательских и 2 образовательные. В Беларуси выросли ставки «утиль сбора». Теперь они разделены на две категории транспортных средств – до трех лет включительно и старше. Юридическим лицам, которые вводят транспорт, придется заплатить больше. Например, для авто с рабочим объемом двигателя до 1000 кубических сантиметров новый тариф – 3145 рублей. Тарифы также увеличиваются для более мощной техники, включая специализированную. В республике действует нерестовый запрет. Рыболовство разрешается только одной удочкой или спиннингом в светлое время суток без захода в воду. Использование других орудий или способов лова влечет за собой штраф от 10 до 30 базовых величин. При незаконном изъятии добычи ущерб возмещается в тройном размере по каждой особи. С 23 марта по 20 апреля пройдет республиканская традиционная добровольная акция «Одновим лясы разом». Инициатива направлена на восстановление зеленого массива синеокой. Каждый желающий сможет присоединиться и посадить свое дерево. Для участия необходимо обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. На пороге поступления автотранспортный колледж приглашает на день открытых дверей. В программе проведения профсубботы пресс-конференция с руководством филиала, презентация специальностей и профессий. Также для всех желающих проведут экскурсию по колледжу и увлекательные мастер-классы, электрооборудование автомобилей, слесарь по ремонту, участник дорожного движения. Абитуриенты смогут получить исчерпывающую информацию об образовательном процессе учреждения, правилах приема, условиях обучения, особенностях студенческой жизни, трудоустройства и профессионального роста. 23 марта в 10 часов приглашаем на день открытых дверей обучающихся школ и их законных представителей на день открытых дверей в автотранспортный колледж. Приходите к нам на один час и останьтесь в любимой профессии на всю жизнь. Дополнительную информацию можете получить по телефону 718901 или на официальном сайте колледжа. Учреждение в этом году открывает новую специальность – организация технического сервиса. Также среди актуальных направлений – техническое обслуживание и ремонт, организация перевозок на автомобильном и городском транспорте, операционная деятельность, логистики и многие другие. Выпускники колледжа смогут продолжать обучение по соответствующим специальностям БНТУ по сокращенным срокам. Спокойствие, только спокойствие. 21 марта на территории Могилевской области будет проводиться проверка системы оповещения. В этот день возможны включения звуковых сирен, а также проведение СМС-рассылки. В Бобруйске планируется выборочный запуск электрооборудования. Просьба гражданам соблюдать спокойствие, отнестись с пониманием к данной процедуре и никаких не предпринимать действий. Возможен также перехват телевидения, FM-радиостанции и запуск бегущей строки на телеканалах. Система предназначена для доведения до населения сигналов оповещения информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, о правилах поведения в ЧАЭС. Музыкальные достижения. Учащаяся детской школой искусств стала одной из победительниц конкурса «Мир. Музыка и развитие в Москве». Из более чем шести с половиной тысяч участников финальный этап прошли лишь 230. Сабрина Королева стала одной из них. Жюри оценивало исполнение на фоне ансамбля и сольные. Пятиклассница играла на цимбалах. Без поддержки никуда, рядом с девочкой мама и преподаватель. Для начала я очень сильно волновалась, а потом так обрадовалась, что мои эмоции нельзя было передать словами. У нее такой глобальный рывок. Это вот, ну вот, наверное, с сентября прошлого года. Вот как-то ее заинтересовало, ее даже вот очень замотивировал. Вот конкурс «Мир. Музыка и развитие». И я увидела в ней потенциал, поэтому мы решили попробовать, и у нас все получилось. Конкурсантка уверяет, достигнутый результат – лишь начало. В будущем она с педагогом планирует заявиться и на другие музыкальные соревнования. Сразу после нас сирена мой коллега Роман Костюков с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!